Президент поддержал инициативы правительства по раскрепощению деловой инициативы. Продолжается работа над либеральным пакетом документов для бизнеса. В этот раз обсуждались предложения, которые затронут ремесленников и агротуризм. Так предлагается максимально расширить перечень видов этой деятельности. Больше свободы появится у мастеров при продаже своих изделий. Это возможность дополнительного заработка, особенно для людей на селе. Кроме того, хозяева агроусадеб смогут оказывать ряд дополнительных услуг. Например, проводить свадьбы и банкеты. Прежде были ограничения. Минэкономики рассчитывается на приток предпринимателей в этих сферах. Ответственность бизнеса. Практически снимаем все барьеры, которые где-то и должны быть. И которые во всем мире имеются. С другой стороны, я требовал это. Жесточайшая ответственность бизнесменов, руководителей компаний. За результат, за то, что происходит у них на фирме и в компании. Допустил какие-то просчеты. Не дай бог погибли люди. Я прямо скажу, собирайся и иди в тюрьму. А как иначе? Вот вам свобода и никакой ответственности нет. Кстати, бизнесмены, я со многими уже встречался и разговаривал. Абсолютно правильно понимают это. И наоборот, меня уже многие предупреждают. Смотрите, не уйдите от контроля за нами. Бизнесмены же вы, как вы так говорите. Если вы не хотите, как я и говорил, потерять управляемость в экономике. И в стране, дословно, породить в стране бардак, контроль должен быть. Я против излишнего контроля. Надо оставить те контрольные функции, которые нужны государству. Больше вес теперь будет и у Совета по развитию предпринимательства. Он получает ряд дополнительных полномочий. Сможет напрямую вносить законодательное предложение в Совмин. Когда мы прогнозировали участие в бизнесе, в экономике страны, ставили, по крайней мере, перед собой цель, что сегодня они занимали 28-28,5% в головом внутреннем продукте, мы поставили себе цель до 40%. Так вот, вся эта работа и говорит о том, что участие бизнеса, раскрепощение, так называемое, бизнеса, приведет к тому, что рост участия бизнеса в головом внутреннем продукте, конечно, он возрастет. Поддержку нашли корректировки административного законодательства. За нарушение намерены снизить штрафы и сократить случаи применения конфискации. На это часто жаловались предприниматели. Президент поручил создать максимально комфортные условия для деловых людей, но напомнил, что при этом никто не снимает ответственности с бизнеса. Тут важен баланс. Мы даем большую свободу нашему бизнесу. Ни в одном государстве мира такого нет. Мы изучали, все государственная группа, и вы там были чуть ли не главным действующим лицом. Изучили. Беспрецедентную свободу, беспрецедентные льготы. Идите, работайте. С другой стороны, жесточайшая ответственность за нарушения. Чтобы не получилось, что мы продекларировали ответственность субъектов хозяйственных, физических и юридических лиц, ремесленников и прочих агрокатуристов за нарушения. Чтобы не продекларировали, а на самом деле вторым нормативно-правовым актом, законом, перечеркнули все это. Свобода полная, ответственность малая или ее нет. Чтобы этот баланс был соблюден. Напомню, что до 1 октября правительство должно подготовить полный пакет документов по развитию предпринимательства и стимулированию деловой активности. Это позволит улучшить бизнес-климат и повысить занятость населения.